Георгий Данелли позиционировал свой фильм «Афоня» как комедию, но в Советском Союзе давно понимали, что в фильмах существует несколько слоёв, которые скрывали мысли режиссёров от всемогущей цензуры. Надо только вникнуть в происходящее и увидеть замысел режиссёра, разобраться в ярких образах и сценах. Как мог воспринимать замысел фильма «Афоня» советский чиновник от кино? О чём фильм? О том, как опустившегося пьянчугу слесаря воспитывает коллектив, как его спящую совесть пробуждает любовь прекрасной девушки, активистки, комсомолки и просто красавицы. Катя Снегирёва та же отказывается ехать в загранкомандировку, чтобы выполнить гражданский долг – спасти от падения ценного работника. Ведь его можно перевоспитать, главное, чтобы за ум взялся. Вот такой сюжет очень устраивал Госкино. Ещё один фильм про производственные отношения с хорошим концом. Фильм, конечно, не о заводе, где рабочий перевыполняет план, не о колхозе, где колхозники повышают уду и молока. Но ведь в нашем советском ЖЭКе тоже есть рабочий класс. В фильме есть собрание, где не оставляют без внимания проступок Афони. В фильме есть старый рабочий, пытающийся в личной беседе напомнить оступившемуся работнику о совести и о равнодушных людях. Не так страшны убийцы и предатели, они могут только убить или предать. Страшны равнодушны, именно с их молчаливого согласия происходят все преступления на земле. Только такая фраза в контексте кинокомедии звучит, комично. На собраниях люди сидят формально, думая не о проступках Афони, а о том, как бы не опоздать к началу очередной серии фильма. И Данелия прекрасно показывает это. И все советские зрители с грустной улыбкой понимали то, что на самом деле хотел сказать великий грузинский режиссёр. Неверие простого народа в то, что каждый день говорили по телевизору с высоких трибун. А реальная жизнь была на экране. Ободранная квартира, собутыльники, драки на танцах, купания в фонтанах и грузчик Фидул. Может, поэтому за эту правду и полюбил зритель этот фильм? За то, что он показал простую жизнь простого советского человека реально и проуктиво. Субтитры создавал DimaTorzok